Всем привет! Продолжаю читать книгу Game Engine Black Book Wolfenstein 3D Автор Fabian Sanglard Сегодня поговорим о команде, которая трудилась над игрой В 1990 году небольшая компания из Шрифпорта, штат Луизиана преуспевала на рынке условно-бесплатного ПО Все, кто был подписан на программное обеспечение SoftDisk получал инновационное издание Игровое подразделение SoftDisk под названием Gamers Edge каждые два месяца выпускало игры для Apple II, Apple IIGS, C64, Mac и персональный компьютер Бизнес шел хорошо, но у некоторых сотрудников были другие амбиции Они думали, что у них есть навыки, чтобы добиться успеха и хотели это доказать Они создали новый способ программирования прокрутки тайлов в играх Они назвали эту технологию Adaptive Tile Refresh И она позволила использовать аппаратную прокрутку на персональном компьютере способным конкурировать с NES В начале 90-го года они работали без перерыва в течение выходных, чтобы заново реализовать Super Mario 3 на персональном компьютере И продемонстрировать свои навыки Nintendo Команде удалось создать клон Mario Но, к сожалению, Ideas from the Deep, как они себя называли не смогли убедить Nintendo заключить с ними контракт Как бы они не были впечатлены, японская фирма все-таки желала, чтобы серия Mario оставалась эксклюзивной для консолей Nintendo Комментарий от Джона Кармака Мы отправили эту демо-версию в Nintendo of America И они, в свою очередь, отправили ее в Киото, в главный офис И тамошние руководители увидели демо-версию и были очень впечатлены Однако, они не хотели, чтобы их интеллектуальная собственность была на чем-то, кроме их собственного оборудования То есть консолей Nintendo Поэтому не сказали нам, что мы сделали хорошую работу Но вы не можете ее продолжать дальше Этого эпизода было достаточно, чтобы убедить их, что у них есть не только талант, чтобы удовлетворить свои амбиции Но и командная работа, чтобы пройти весь путь В феврале 1991 года четверо сотрудников SoftDisk решили рискнуть И основали собственную компанию ID Software На экране вы видите имена этих людей И их возраст на тот момент Джон Кармак, 21 год, программист Джон Ромеро, 23 года, программист Адриан Кармак, художник Том Холл, творческий директор 28 лет, творческий директор Или, так сказать, художественный руководитель Они немедленно использовали технологию, разработанную для Mario 3 PC Чтобы выпустить свои собственные игры И создать свою собственную интеллектуальную собственность Не теряя времени, команда создавала не менее трех игр ежегодно Командер Кин эпизод 1, 2, 3 Декабрь, 14 декабря 1990 год Командер Кин эпизод 4 и 5 Goodbye Galaxy Декабрь, 15 декабря 1991 год Командер Кин стандалон гейм Aliens Ate My Baby Sister Сайтер Точнее, не Систера, Сайтер Декабрь 1991 года Игры, выпущенные Апогейс Софтвэя Сразу же имели успех И очень хорошо продавались Они также продолжали писать игры для софтдиск В большинстве из которых использовалось адаптивное обновление тайлов Это Dangerous Day in the Haunted Mansion Февраль 1991 Командер Кин in Keen Dreams Апрель 1991 Rescue Rover 1991 Rescue Rover 2 Shadow Knight Hover Tank 1 Катакомб 3D Весной 1991 года Стало появляться новое поколение технологий ID Software Hover Tank 1 Поместил игрока внутрь танка Наложения текстуры еще не было И темп был довольно медленным Катакомб 3D Ознаменовала ввод текстур в игры И сделала еще один шаг К погружению в игру Предоставив игроку возможность Управлять боевым магом от первого лица Вот что сказал Джон Ромеро О том, как они начали работу над Вольфенштейн 3D После того, как Катакомб 3D Был зарелизен В конце ноября 1991 года Мы заканчивали Commander Queen Goodbye Galaxy И выпустили ее 15 декабря Затем мы взяли две недели отпуска В то время как Джон Кармак получил Компьютер Next И запрограммировал Алгоритм сжатия Векторного квантования Для ВГА Работать над Вольф 3D Мы начали, когда команда Собралась снова В полном сборе В январе 1992 года Идем дальше В ноябре 1991 года Команда была Свободна от Каких-либо Обязательств Перед софт диск Их следующая игра Должна была Использовать 3D технологию Которую они создавали И она будет называться Вольфенштейн 3D К их команде Добавилось Еще 4 человека В итоге Их команда состояла Из 8 человек Итак Джей Вилбур 30 лет Занимался коммерческими делами Кевин Клауд 27 лет Художник Роберт Прайнц 37 лет Композитор Джейсон Блушовак 21 год Программист Картинку Которую вы сейчас видите Можно увидеть в игре Эту возможность Добавил Джон Ромеро Чтобы ее увидеть Игрок должен был Перейти в меню Изменить вид Уменьшить размер экрана На одну ступеньку Удерживать клавиши I и D И нажать клавишу Enter Ну а это то Что вы видите Так сказать Почти оригинал В сентябре 2011 года Команда переехала Из Шрифпорта Штат Лос-Анджелес Мэдисон Штат Висконсин Они основали Свой офис В двухэтажном Кирпичном здании В жилом комплексе Пайнц 2622 High Ridge Trail Все они жили В нескольких минутах Ходьбы от офиса За исключением Джона Кармака Который просто Жил вверху На втором этаже Разработка Вольфинштейн 3D Началась В январе 1992 года По мере того Как падала температура С неба падал снег Команда Все больше и больше Занималась Своими делами И почти не выходила Из офиса Разработка Продолжалась Четыре месяца И Вольфинштейн 3D Был выпущен В мае 1992 года В течении Этих четырех месяцев Организация Команды Была значительной степени Стандартной Для игровой индустрии Той эпохи Четыре парня Забились в одной комнате Что диктовало Быстрый темп работы И сильное чувство Товарищества Сейчас вы видите На экране Схематический план Офиса На первом этаже Это рабочая область А на втором этаже Игровая комната И комната Джона Кармака Все работали С лучшим компьютером Который можно было Тогда купить за деньги С высокопроизводительным 386DX 33 МГц С 4 МБ Оперативной памяти Разработка велась С помощью Borland C++ 3.1 Но использовался Конечный же язык C Borland C++ 3.1 По умолчанию Работал в режиме ВГА 3 Предлагая широкий Экран шириной 80 символов И высотой 25 символов Джон Кармак Программировал Основной код движка Джон Ромеро Запрограммировал Многие полезные инструменты Такие как Редактор карт Тед 5 Упаковщик архивов iGrab Звуковой упаковщик Muse Джейсон Блучвик Или Блучвак Написал важные Под системы игры А именно Диспетчер ввода Менеджер страниц Аудио менеджер Диспетчер пользователей Решение Borland Представляло собой Универсальный пакет IDE То есть Интегрированная Среда разработки BC.exe Несмотря на Некоторую Нестабильность Допускало Многооконное Редактирование Кода С подсветкой Синтаксиса Компилятор И компоновщик Также были Частью пакета Более того Не было Никакой необходимости Входить в режим Командной строки Эта IDE Позволяла Создавать проект Компилировать Запускать И отлаживать На экране Вы как раз Видите Компиляцию Проекта Больфенштейн 3D Чтобы компенсировать Маленький экран Монитора Некоторые Разработчики Использовали Два монитора Джон Ромеро И Джон Кармак Использовали По второму 12-дюймовому Монохромному Монитору На котором Они использовали Отладчик Турбо Дебаггер Возможно Вы запомнили Из предыдущих Видео В котором Я показывал Список Режимов ВГА Так вот Режим 13H И режим 3H Не имеют Одного И того же Начального Адреса Оперативной Памяти Это позволяет Использовать Трюк Когда две Видеокарты Подключаются К одному Компьютеру Один Монитор Устанавливается В режим МДА Это Монохромный Текстовый Режим Собирает Адресы Данные С одного Адреса В то время Как ВГА Отображен Другим Адресом Поэтому На одном Можно Нормально Запустить Игру А на втором Работать С отладчиком Слева Вверху Вы видите Отладчик На этом Монохромном Мониторе С режимом 3H А справа Внизу Вы видите Запущенную Игру На втором Мониторе С 13 Режимом Еще Одним Способом Улучшения Экранной Площади Полезной Информации На экране Было Использование Такого Текстового Режима Как Высокое Разрешение То есть 50 на 80 Комментарии По прежнему Отлично Помещаются На экране Поскольку Удваивается Только Вертикальное Разрешение Вот Вы Видите Пример Открытого Файла VL Main C Который Открыт В обеих Режимах И Вы Видите Компромисс Между Удобочитаемостью И Видимостью Идем Дальше Все Графические Ассеты Ассет В этом Контексте Это Игровой Ресурс Обычно Всяческие Картинки Так Вот Они Были Созданы Адрианом Кармаком Вся Работа Была Выполнена С помощью Deluxe Paint И Они Хранились В файлах ILBM Фирменный Формат Deluxe Paint Так Как ВГА Основа На Палитре Цвета Задавались Не Через 24 Битный RGB А Через Индексы Указывающие На 256 Цветную Таблицу Так Вот Из-за Этого Творческий Процесс Был Трудным Адриан Должен Сначала Принять Ключевое Решение Какие Цвета Войдут В палитру А Затем Нарисовать Все Только Этими Цветами Кстати Некоторые Игры Такие Например Как Остров Обезьян Использовали Несколько Палитр В зависимости От Раздела Игры ID Software Пошла На Более Простое Решение С Одной Палитрой На Всю Игру Адреса Палитры Начинается От 0 Ну Я буду Зачитывать В 16 Ричном Виде 0 0 X 0 До 0 X 0 F По Горизонтали И от 0 X 0 0 0 0 X 0 По Вертикали Горизонтальный Синий Градиент Внизу Начинается С 0 X F 0 И Заканчивается Как Заканчивается На F E F Представлен Розовым Цветом Это Специальный Цвет Который Считается Прозрачным Движком И Всегда Пропускается Во Время Рендеринга Все Ассеты Были Нарисованы От руки С помощью Мыши Поскольку VGA Растягивал Буфер Кадров При Отображении Его На Экране Адриану Приходилось Быть Очень Осторожным Чтобы Рисовать В том же Разрешение Что И Игра А Это 320 На 200 Пикселей Графические Ассеты Делятся На Две Категории 2D Элементы Меню Поставляемые С Игрой В Файлах VGA Graph VGA Head И VGA Dict И 3D Элементы Это Стены Спрайты Поставляемые В V Swap Архиве После Того Как Графические Ресурсы Были Сгенерированы Далее Все ILBM Ресурсы Упаковывались В архив И Генерировался Заголовочный Файл C С Идентификаторами Ассетов В Коде Движка Использование Ассетов Жестко Закодировано Через Перечисление Это Перечисление Представляет Собой Смещение В Таблице Head Которое Дает Смещение В Архиве Data С Помощью Этого Ассеты Могут Быть Восстановлены И Переупорядочены По Желанию Без Каких Либо Изменений В Исходном Коде В 1992 Году Было Выпущено Официальное Руководство Для Wolfenstein 3D Которое Содержит Много Рисунков Тома Холла И Показывает Множество Закулисных Эскизов Сделанных Томом Холлом И Пиксельных Рисунков Графической Команды Сейчас Вы Увидите Их На Экране И Советую Сразу Если Вам Интересно Жмите Паузу Смотрите И Дальше Продолжайте Проигрывать Итак Смотрим На Экран Следующую Картинку Следующую И Следующую Идем Дальше Карты Были Созданы С помощью Собственного Редактора ТЭД 5 Сокращенно От Тайл Эдитор ТЭД 5 Не Создавался Специально Для Вольф 3D А Изначально Создавался Для Серии Командер Квин И Со Временем Улучшался Это Был Универсальный Инструмент Поскольку Он Позволял Создавать Карты Как Для Игр С Классическим Видом Сбоку И Тайловой Проскруткой Так И Для Игр С Видом Сверху Таких Как Рескью Ровер Или Вольф 3D ТЭД 5 Не Являлся Автономным Для Запуска Ему Необходим Архив Ассетов И Связанный С ним Заголовок Таким Образом Идентификаторы Текстур Непосредственно Кодировались На Карте ТЭД 5 Позволял Размещать Тайлы На Слоях Называемых Плоскостями Этот Многоуровневый Подход Оказался Мощным И Универсальным В Командер Кин Слои Использовались Для Фона Тайлов На Для Вольфенштейн 3D Используется Два Слоя Один Для Стен А Другой Для Размещения Бонусов И Врагов Использование ТЭД 5 Не Только Сэкономило Время На Разработку Инструмента Но И Сократило Время Разработки Всех Других Продуктов Так Как Все Члены Команды Использовали Его Думас Поговорив С Ромеро И Томом Скотт Узнал Что Группе Потребуется Всего Один День Чтобы Сделать Уровень Игры В голове Возникли Значки Долларов Почему Не Сделать Шесть Серий Вместо Трех Скотт Сказал Если Вы Можете Пройти Еще Тридцать Уровней Это Замет У вас Всего Пятнадцать Дней И У Нас Может Быть Такой Вариант Купят Первый Эпизод А потом Я хочу Второй Эпизод Это Будет Двадцать Долларов Так что Есть Причина Получить Их Все После Некоторого Размышления Айди Согласилась Идем Дальше Исходный Код ТЭТ5 Был Выпущен Несколько Лет Спустя Среди Исходного Кода Написанного На Си Был Таинственный Файл Подчеркивание Том Точка Пик 17 А это Оказалась Взрослая Карикатура На Тома Холла Сделанная Адрианом Кармаком Вот как Это Объяснил Джон Ромеро Ахахахаха Это он Смеется Вау Я совсем Забыл Об этой Картинке Не могу Поверить Что она Есть В исходных Файлах ТЭТ5 По сути Это Картинка Которую Адриан Нарисовал Нарисовал Тома Который Говорит Извините Дело В том Что Том и Извините Идем Дальше Как вы Помните Аудио Оборудование Было Сильно Разным Айди Софтвер Решила Поддерживать Четыре Звуковые Карты И Стандартный Динамик ТК А это Значало Многократное Создание Ресурсов Для Каждой Из Аудиокарт И Плюс Для Динамика Упаковку Их Вместе С Внутренним Инструментом Под Названием Муз В Аудио Архив То есть Все упаковать С Игрой Поставлялся Комплект Звуковых Эффектов И Получалось Три Комплекта Для Динамика ПК Дальше Для Адлиб И Дальше Для Саунд Бластер Саунд Бластер Про И Дисней Саунд Сорс Все Голоса Записанные Джоном Ромеро И Томом Холлом Они Имитировали Немецкий Акцент Как Могли Все Музыкальные Композиции Были Сделаны Робертом Принцем В первые дни Звуковых Карт ОПЛ Золотым Стандартом Было Программное Обеспечение Secuons Plus Plus Gold SPG От Воетра Воетра Вот Причина Этого Заключалась В том Что У него Был Редактор ОПЛ Для черновой Обработки Композиции Я использовал Cakewalk Я использовал Я пользовался Им Уже Несколько Лет И все Это было Настроено На использование Аналоговых Блоков Для Вывода Звука Наличие Реальных Звуков Из этих Блоков Помогло Мне Аудиализировать То Что Я хотел Я сохранял Файлы SV В формате Mid И загружал Их В SPG Чтобы Создать Инструмент ОПЛ Для Каждого Трека А сейчас Вы видите Программу Sequence Plus Gold От Voyetra И так Идем дальше То что идет В архиве Audio T Это музыкальный Формат Под названием IMF20 Поскольку Он поддерживает Только YM3812 То есть Это Ямаховский Чип Он Адаптирован Для чипа С нулевыми Уровнями Абстракции Он состоит Из потока Команд Машинного Языка Соответствующими Задержками Поток Управляет Девятью Каналами В ОПЛ2 Канал Может имитировать Инструмент И играть Ноты Благодаря Двум Осцилляторам Есть много Других Способов Управления Каналом Например Огибающая Частота Или Октава Четыре Часа Утро Пятого Мая 1992 Года Первый Эпизод Игры Был Загружен На Массачусетский BBS 22 Сервер Вольфенштейн 3D Распространялся Как условно Бесплатное Программное Обеспечение Игровой Движок И первый Эпизод Давались Бесплатно И поощрялись Копированию И распространению Среди Максимального Числа Людей Чтобы Получить 5 других Эпизодов Каждый Игрок Должен Был Заплатить 50 Долларов Поэтому Для максимального Увеличения Дохода Важно Было Упростить Копирование И распространение Игры В 1991 Году Интернет Был Еще В зачаточном Состоянии И лучшим Носителем Были 3 дюймовые Гибкие Диски Особое Внимание Было Уделено Общему Размеру Игры Чтобы Она Уместилась На одном Диске Все ресурсы Вместе Составляли 124 КБ Но Все Было Сжато До 645 КБ Обычно Используемая 3 дюймовая Дискета Малой Емкости С 1992 Года Могла Хранить 720 КБ Полные 6 серий Умещаются На 2 Дискетах Смотрите На экран Игра Поставлялась В следующем Виде Файлы Можно Разделить На 5 Частей Вольф 3D Экз Игровой Движок В В С Вап Точка Вл1 Содержит Все ресурсы Спрайты Текстуры Цифрованные Звуки Дальше Файлы Музыки И звуковых Эффектов Используемые Как в 3D Так и в 2D Это Audio Head Точка Вл1 Audio Т Точка Вл1 Дальше Карты Это Map Head Точка Вл1 Game Maps Точка Вл1 Ну и Изображения Используемые На В 2D Меню Это Vga Head Точка Вл1 Vga Dict Точка Вл1 И Vga Graph Точка Вл1 Кстати Исполняемый Файл Движка Очень Мало Он Использует Только 94 КБ На Диске Так как Он Жат LZ XZ Распакованный Размер Составляет Около 280 КБ Из Которых 64 КБ Посвящены Экрану Входа И 768 Байт Для Экрана Палитры Точнее Не для Экрана Палитры А для Палитры Расширение Файлов Также Имели Значение К примеру VL3 Ранняя Трехсерийная Полная Версия VL6 Полная Версия Шести Эпизодов VJ1 Условно Бесплатное ПО для Японии VJ6 Полная Японская Версия SOD Это Spread Of Destiny Это Приквел Вольф Энштейн 3D Сейчас Вы видите Трехдюймовую Дискету Широко Используемую Для совместного Использования И распространения Игры Верхнее Левое Отверстие Позволяет Считывать Телю Дисков Распознать Является Ли Диск Малой Емкостью 720 КБ Или Большой Емкостью 1.4 МБ В правом Верхнем Отверстии Имеется Скользящий Язычок Который При открытии Запрещает Запись На диск Делая Его доступным Только для Чтения Вставленный Вчитыватель Дискет Или Флопе Дисковод Большой Металлический Язычок Сдвигается Вправо Открывая Магнитный Диск Некоторые Люди Экономили Деньги Сверля Отверстия В своих 720 КБ Дискетах Чтобы Они Распознались Как 1.44 МБ И знаете Это Работало Несмотря На то Что Изначально Игра Распространялась Исключительно Как Условно Бесплатное ПО Позже Для продаж Подребовалось Более Традиционное Средство GT Interactive Приобрела Wolfenstein 3D В 1993 Году И подарила Ему Настоящую Коробочку А Также Официальное Руководство По подсказкам Составленное Томом Холлом И Кевином Клаудом В 1995 Году Игра Была Переиздана На CD-ROM Ну а На сегодня Все В следующих Видео Начнем Рассматривать Архитектуру Движка Плюс Интересные Места Исходного Кода Не забывайте Что ваши Лайки Репосты Спонсорская Поддержка Очень и Очень важны Благодаря Всем этим Действиям Видео Могут Продвигаться Становиться Популярными А это В свою очередь Дополнительная Мотивация Продолжать Начатое Дело Чтобы Выйти На новый Уровень Нужно Чтобы канал Развивался Но Развиваться Он может Только С вашей Помощью Всем Спасибо За поддержку Ставим Лайки Комментируем Репостим Оформляем Спонсорскую Подписку Всем Пока Продолжение следует